В Казахстане продолжается конкурсный отбор в кадровый резерв Нур-Отан. Всего по стране было подано свыше 13 тысяч заявок. По результатам трех прошедших этапов осталось 549. 77 из них представляют Павлодарскую область. Сегодня потенциальные члены партийного резерва рассказали о приоритетных направлениях своей работы в областном филиале партии Нур-Отан на дебатах. Честный и порядочный человек, профессионал своего дела и видный партиец. Такими качествами должен обладать кандидат в партийный кадровый резерв. Сегодня у конкурсантов было по 90 секунд, чтобы убедить своих коллег и жителей региона, что именно они достойны стать частью резерва Нур-Отан. У нас сегодня и завтра проводятся дебаты между кандидатами. Согласно заявок кандидатов в них будет участвовать 25 человек. Главный дебат – это презентация кандидатам своей программы. И, естественно, представление, свое видение проблемных вопросов в развитии нашего региона и города в том числе. И пути решения этих проблем. Практически все кандидаты в своих выступлениях упомянули непростую экологическую ситуацию при Иртышье. Одна из участников дебатов Ирина Чидунчира сказала, что намерена разработать проекты независимых лабораторий, которые бы транслировали состояние воздуха в режиме онлайн. Также участники дебатов не обошли стороной и развития культурной составляющей города. Я хочу в своей программе предусмотреть модернизацию парка культуры и отдыха. Вы сейчас знаете, что ему присвоено имя парка Ассамблеи народа Казахстана. И сейчас необходимо путем развития этнокультуры, развития массовых мероприятий, популяризируя идеи нашего Ельбаса, лидера партии, мы должны сделать наш горсоотменник парк Ассамблеи народа Казахстана центром этнокультурной жизни. Прозвучала и проблема занятости детей. Наталья Виндеголер обратила внимание, что на огромный район 2-го Павлодара есть только одна секция по боксу. По ее мнению, это глобальная задача и решать ее нужно незамедлительно. А к открытию новых кружков подходить стоит с учетом веяния времени. Сегодня набирают оборот интеллектуально-командные игры. Их нужно развивать у нас в регионе, в Павлодаре. Сегодня молодежи удобно и очень перспективно быть креативным и вольно мыслящим, но умело доносить свою позицию. Болевые точки общественности потенциальные резервисты узнавали в ходе агитационной работы, которая длится с 5 ноября. Наши кандидаты ведут уже агитационную работу. Нарушений никаких не выявлено. Наши кандидаты встречаются и в партийных ячейках, проводят акции, встречаются с жителями города, с партийцами нашими. И, соответственно, ведут очень серьезную и большую агитационную работу. На сегодняшний день практически около 10 тысяч человек приняли участие в этих встречах с нашими кандидатами. Непосредственно сами выборы назначены на 16 и 17 ноября. Право влиять на исход отбора имеют только партийцы региона. На сегодняшний день их больше 18 тысяч.